Здравствуйте! В эфире новости. В суде работает сама Цикенов. Сурдоперевод Жангуль Жунусова. И в этом выпуске вы увидите. Суд обязал ВК РЭК выплатить потребителям почти 24 миллиона тенге. Это деньги, которые компания брала за подключение к электроснабжению отключенных абонентов. Жители дачного массива поселка Мирны бьют тревогу. Их дома может затопить родниковая вода. В рамках спартакиады между работниками банковской системы в Семее прошли соревнования по бильярду. В них принимало участие 10 команд. Об этих и других событиях более подробно. Началась отправка в регионы первых партий бензина, выпущенного по Владарским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом после заседания правительства сообщил министр энергетики Канад Бозумбаев. На прошлой неделе после долгой реконструкции завод приступил к работе. Сейчас он производит 1200-1500 тонн бензина в сутки. Первая партия горючего объемом 1200 тонн отгружена в Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Акмолинскую и Североказахстанскую области. Но до сих пор на внутреннем рынке доминирует российский бензин. Ведь в этом месяце из соседнего государства завезено 95 тысяч тонн горючего. Для того, чтобы продать весь этот объем населению, нужно время. Только после этого на внутреннем рынке будет преобладать отечественный бензин. В этом месяце доля российского бензина в Казахстане составила 60%. Ожидается, что в следующем месяце этот показатель будет снижен до 25%. К другим темам. Компанию ВКРЭК обязали выплатить потребителям почти 24 миллиона тенге. Это деньги, которые компания брала за подключение к электроснабжению квартир, впервые отключенных от абонентов. Об этом сообщает УКНьюс. Суд решил, что ВКРЭК действовало незаконно и постановил вернуть людям излишне уплаченные деньги. Напомним, что в текущем году жители области стали активно жаловаться в различные инстанции на действия акционерного общества ВКРЭК. Данный вопрос обсуждался и на общественном совете Семея. Энергокомпания получала деньги с абонентов, которые впервые отключались за долги. Областной департамент комитета по регулированию естественных монополий начал разбираться в правомерности действий энергокомпаний. И по результатам проведенной проверки было вынесено уведомление о необходимости провести перерасчет для потребителей. Компания проигнорировала документ. Данный вопрос она попыталась оспорить в судебном порядке. Однако суд постановил, что департамент вынес предписание на законных основаниях. Решение еще не вступило в законную силу. Компания намерена его обжаловать. Если этого сделать не получится, ВКРЭК придется выполнить предписание департамента и вернуть потребителям 23 958 834 тенге. Продолжаем выпуск. Переход казахского языка на латинцу откроет новые возможности для доступа к познанию мирового информационного пространства, к самым современным достижениям человечества. Такое мнение высказали депутаты молодежного маслехата во время встречи со студентами колледжей нашего города. Напомним, глава государства подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. В ходе этой встречи молодые депутаты выступили с докладами о переходе на латиницу. Вторая часть встречи прошла в формате беседы. По мнению студентов, переход казахского алфавита на латинскую графику откроет большие возможности перед страной и даст определенные преимущества. Депутаты же остановились на том, что это решит проблему нехватки учебников в школах, поможет легче изучать казахский язык представителям другой национальности и поможет сблизиться с другими тюркскими народами. Наша задача объяснить основной смысл перехода на латинскую графику. Поэтому мы хотим поделиться с молодежью небольшой информацией, а также побеседовать с ними и узнать их мнение. От жителей поселка Мирный уже поступают обращения о том, что их дома топят родниковые воды. Речь идет о дачном массиве, который находится в низине и первым берет на себя удар в случае затопления родниковыми водами. Основной орык, через который вся вода уходит в вертыш, сейчас находится в плачевном состоянии. В случае сильных морозов, говорят местные жители, он не вовсе перестанет функционировать, а это чревато уже более масштабным затоплением, рассказывает Саулей Багалиева. Самый основной естественный орык протекает здесь. От его состояния зависит, затопит весь район или нет. Если учитывать, что в последние годы здесь заселяются люди на постоянное место жительства, проблема остается очень остро. Если данный орык перемерзнет, то родниковыми водами затопит весь жилой массив. В настоящее время орык зарос камышами и превращается в болото. В районе дачного массива поселка Мирный насчитывается порядка 20 ключей. Все родниковые воды через этот основной орык уходят в вертыш. Чистят его раз в год. Руководство товарищества садоводов-любителей говорит, что этого крайне мало. Для нормального функционирования чистить его нужно ежеквартально. Однако нынче орык не прочищался уже год, и процесс заболачивания неизбежен. Все бы ничего, но вместе с дачниками, чьи садовые насаждения оказываются под водой, страдают и те, кто на свой страх и риск поселяются здесь на постоянной основе. Ну помогите, дачный массив тонет, а на первой линии у нас проживает порядка 15 семей. Несмотря на все предупреждения, что территория затапливаемая, она под садоводство. В любой момент может затопить. И под воздействием низких температур у нас перемерзают буквально все орыки, как в 2010 году. Ну люди селятся от того, что негде жить, поэтому призываем через телевидение помочь нам в нашей беде. Когда перемерзает орык, первым удар на себя берет дачный массив. Сейчас, когда морозов еще нет, но орык замусорен, вся земля уже пропитана родниковой водой. Стала подтапливать уже и на улице Акульская, что расположена немного выше дачного массива. Вот здесь я живу, вода с орыков затопила наши дома. Обращаемся постоянно с просьбой в ЖКХ, чтобы они расчистили. Ну никаких мер не предпринимается. Вот живем здесь и в воде. Дома грибы растут. Ну да, серьезно, растут грибы прям на полу. В отделе ЖКХ говорят, эта земля находится в ведении садоводов. Поэтому люди должны сами заниматься содержанием арыка и попросту не мусорить близ него. Но, учитывая темпы заселения людей на дачах, в будущем не случается возможность передачи арыка в государственную собственность. Это земля садоводческая для этих землепользований садоводческого. А те земли, которые арыки проходят по городской черте, это уже из бюджета выделяется средства, на них это закладывается. Ну, я думаю, это перспектива все равно, этот район, так говорится, полностью застраивается. Ну, если будет, как говорится, на балансе города, соответственно, естественно, уже будут какие-то вопросы решаться и в дальнейшем тоже содержании. А пока садоводческое предприятие может рассчитывать лишь на помощь коммунальных служб. Отметим, что содержанием арыков в городе занимается предприятие по благоустройству и озеленению семей. На эти цели в текущем году выделено порядка 26 миллионов тенге, что гораздо больше, чем в прошлом году. Надо сказать, что сдвинулся с мертвой точки и проблемный вопрос жителей Красного Кордона, которые ежегодно страдают от затопления родниковыми и грунтовыми водами. В этом году Усть-Каменогорская фирма проводила полное гидрогеологическое обследование. И в соответствии с заключением, в ближайшее время здесь планируется построить водоотводные канавы. В настоящее время несколько вариантов находятся на рассмотрении. Специалистам предстоит выбрать самый оптимальный. Саулеба Игалиева, Калятку Жахметов, Семия Арнаса. Известному композитору Кадыру Досымжанову исполнилось 75 лет. 55 из них он посвятил искусству. В честь юбиляра в Семии был организован концерт «Канат-Казахстан». Во время торжественной части мероприятия композитора поздравили его ученики, а также деятели искусства и любители народного творчества. Подробности у нашей съемочной группы. Кадыр Досымжанов родился в 1942 году в Ахсуате. Он является выпускником Государственной консерватории имени Курмангазы и автором хрестоматии для первых-вторых курсов музыкальных учреждений по классу дамбра. Также Кадыр Досымжанов написал такие симфонические поэмы для оркестра народных инструментов, как «Шакр-Табай», «Семии Сазы», «Ассал-Мура». По словам специалистов, у Кадыра Досымжанова особое отношение к дамбре. Он всегда старается сохранить первоначально вариант киев и донести их до своих учеников. Сегодня его произведения исполняют разные музыкальные коллективы. Он написал такие кюи, как «Семии Сазы», которые хорошо известны всему народу. Также объемные поэмы, написанные в классическом стиле. Его произведения исполняют оркестр Курмангазы, оркестры Астаны, семей и даже казахи, которые живут за границей. Поэма «Атамура», написанная Кадыром Досымжанова в честь 550-летия казахского ханства, как и произведения композитора, посвященные детям, известны сегодня многим почитателям его искусства. Организаторы уверены, что произведения нашего земляка еще будут исполнены на мировых сценах и останутся на долгие годы в памяти подрастающего поколения. Мероприятие, которое проводится в рамках статьи президента Рухани Жангру, способствует развитию казахской культуры. В ходе мероприятия прошла презентация второго тома книги «Атсул Мура», автором которой также является Кадыр Досымжанов. В данную партитуру вошли его избранные произведения. Я написал несколько произведений для дамбры и для оркестра. Планирую и дальше создавать произведения и выпускать книги, которые придутся по душе народу. Во время мероприятия в адрес композитора от имени коллег и учеников были сказаны самые теплые пожелания. Коллективы областной филармонии имени Амрика Шоубаева и музыкального колледжа имени Мукана Тулебаева, в котором он сам учился в 1960-х годах, представили концертную программу, в ходе которой прозвучали известные киев и народные песни. Сегодня в сфере образования уделяется особое внимание повышению мобильности ученика, умению быстрого мышления и логики. Именно в этом направлении действуют интеллектуальные уроки, проводимые детскими садами совместно со школами. Открываются даже совместные интеллектуальные классы. Один из них, к примеру, сейчас успешно работает в детском доме поселка Новая Шульба. Кабинет полностью оснащен всем необходимым оборудованием и принадлежностями. Уроки проводятся в игровой форме, что очень нравится детям. Интеллектуальные игры способствуют освоению детьми таких фундаментальных предметов, как математика, геометрия и даже физика. Дети повышают свою успеваемость и улучшают показатели в учебе. Надо отметить, что помимо этого в Новошульбинском детском доме действуют 23 творческих и спортивных кружка. Мы собираем различную игру «Дизиос». Это как пазла. Только смотрите по цветам и нужно собирать. Он помогает нам развивать память. Нужно. У нас хорошая коммуникация с обществом. Мы участвуем в различных соревнованиях и конкурсах. Там дети находят себе новых друзей. Воспитание ребенка – наша главная цель. Поэтому мы подняли вопрос о воспитании ребенка и посредством дополнительного образования. О новостях спорта. В рамках спартакиады между работниками банковской системы в семье прошли соревнования по бильярду. Главной целью мероприятия, проводимого при поддержке отдела физической культуры и спорта, стала пропаганда здорового образа жизни и привлечения сотрудников финансовых институтов к систематическим занятиям спортом. Ежегодно в семье проходит спартакиада между работниками банковской системы по разным видам спорта. В этот раз 10 команд банков второго уровня разыграли между собой призовые места по шахматам, волейболу, настольному теннису и бильярду. Данные виды спорта пытаются подобрать именно с их профессии, чтобы для улучшения их здоровья. А это именно более такие подвижные виды спорта. Настольный теннис развивает реакцию, бильярд мышления. Максус Джумаканов сотрудник одного из филиалов банков второго уровня. В основном его деятельность связана с работой на компьютере. Из-за нехватки свободного времени он не может систематически посещать спортивный зал. Но несмотря на это Максус находит время для бильярда. Пока еще он играет на любительском уровне. Но постепенно, повысив мастерство, планирует заняться этим видом спорта более серьезно. Мы, как работники банковской сферы, порой засиживаемся на рабочих местах за компьютерами. И такие мероприятия позволяют не только пообщаться в неформальной обстановке с коллегами, с других банков, но и вытаскивают нас морально из-за компьютеров, позволяют получить эту эмоциональную разрядку. Поэтому всем организаторам большое спасибо. В ходе соревнований участники состязались в дисциплине комбинированная пирамида. По итогам мероприятия сильнейшие спортсмены войдут в сборную города и примут участие в областной спартакеаде банковских работников. Сама Цикенов, Ярнур Калелов, Семейки Илья Арнасы. Таковы были новости на сегодняшний день. Впереди вас ждет прогноз погоды, а мы с вами прощаемся. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»